Добрый день, дорогие друзья, любители цветов! Сегодня начинаем выращивать дельфиниум. Дельфиниум многолетний, то есть продолжаем обзаводиться многолетниками, чтобы на долгие годы у нас было без хлопот красивые были участки. Вот мой выбор пал на два таких дельфиниума. Дельфиниум магический фонтан, чем он меня привлек, что у него высота 60 сантиметров. Обычные дельфиниумы очень высокие. И вот дельфиниум чисто белого цвета, дельфиниум галахат. Это белый, полтора-два метра в высоту. Здесь махровые цветочки. У меня такие дельфиниумы однолетние были, именно махровые. И даже больше окрасок. Они очень красивы, очень хорошо растут. Но в чем проблема, приходится их выпалывать, когда они самосевом. Или по новой садить, это немножко уже надоело и решила обзавестись многолетниками. Но есть одна проблема. Дельфиниумы входят только, всходят только свежие семена. Здесь его срок годности до 2018 года. На этом дельфиниуме написано до 2020 года, год выпуска 15. То есть, производители нам гарантируют 5 лет годности. С дельфиниумом обычно этого не происходит. Он может через 2 года уже не сходить. Ну, поэтому, но все равно будем пробовать. Выписывала я в интернет-магазине. Если вы хотите купить, то можно сейчас купить. Существует мнение, что их надо стратифицировать. Но, скорее всего, нужна не стратификация, а свежие семена. Потому что я пыталась садить в грунт, как это советуют, с осени. Они, если семена более одного года, обычно не всходили у меня те, которые в грунт, на голенку будут. Поэтому, вот тот, который до 2018 года, я замочила. Замочила его вчера в теплой воде. Такие цветы, которые холодостойкие, морозостойкие. Их не нужно в горячей воде. То есть, вода до 40 градусов на 15 минут замочила. И вот они у меня, ну, как бы сутки во влажной среде. Все-таки, ну, больше вероятности, что он взял влагу, чем из грунта. Грунт я выбрала один к одному песочек. Вот земля дерновая, и перегнуть. Все-таки, чуть-чуть питания не помешает нашим растениям. И там всякие микроэлементы. И обязательно я кладу золу. Если вы уже заметили, и не первый раз со мной садите, то всегда, сразу я создаю хорошо влажную землю. Даже для тех растений, которые являются суппулентами. Для прорастания любым семенам надо много влаги. Ну, так далее это я полью потом. Ничего особенного я делать с ним не буду. Аккуратненько распределю по поверхности семена. Желательно видеть, где они. Ну, чтобы делать это не спеша. Но дельфиниума можно не бояться ложить много. Он весь не всходит. Тем более, вот старые семена не всходят. Можно было даже в один контейнер это все посадить. Но нежелательно садить в один контейнер семена разных сортов, даже если они одного года. А тем более, разных лет не нужно. Потому что одни взойдут раньше, другие позже. Любым самым неприхотливым цветам первое время все равно нужен парниковый эффект. Ну, вот, в принципе, тут я быстренько... Ну, так, конечно, спешить не надо. Семена любят спокойствие. Ну, следующие сухие дельфиниумы. Вот здесь 0,1 грамм. 0,1 грамм это не очень много семян. Такой вот контейнер, как у меня маленький, даже великоват. Потому что всходят не все. И многолетникам двухметровых посадить, ну, много не получится. Где-то групповую посадочку. Обязательно лучше сразу вот семена... Ну, вот я их вижу. Не знаю, камера их показывает. Нет. Я их вот вижу. Сразу их углубить. И они, конечно, мелкие, но не очень мелкие семена дельфиниумы. Обязательно их надо присыпать. Присыпать. Легкая земля просеянная, но того же состава. То есть, когда сходит тяжело, желательно не присыпать очень легкой землей. Потому что может вот эта семечка плохо отделяться. А вот такой же состав, то есть земля не сильно легкая. Она даст возможности семенам, ну, как бы постепенно прорастать. Но верхний слой, он у меня почти сухой. Ну, влагу все равно потянет, ну, до сантиметра. Ну, около сантиметра можно, ну, ну, я где-то миллиметров так, на глаз, миллиметров семь сделаю этот верхний слой. Так как я его не придавливаю, то он не помешает никак. Даже если он будет сантиметр не помешать, ну, вот мне кажется, что семенам, которые старенькие, будет тяжелее исходить. Но не нужно его, да, я же еще раз говорю, маленьким очень делать. Или, ну, облегчать сильно, чтобы нормально семя доли сходили, а не семечки на голове. Ну, вот так точно я сейчас сделаю этот. Ну, высыплю, чтобы увидеть, ну, жучки нельзя было, чтобы вы увидели наглядно, сколько здесь вот семечек. 0,1 грамм, где-то вот столечка. Ну, вот, производители, в принципе, побеспокоились о том, чтобы семена хорошо сохранились и в этом пакетике этого производителя, и в том дополнительные пакетики. Они внутри, они хотя не фольгированные, но внутри вот лощеная бумага, ну, то есть известный факт долгов сходящих семян. Ну, вот, сейчас точно так же посажу второй контейнер, и будем ждать сходов. Очень теплое место не нужно. Градусов 20, ну, можно 19, 21, но сильно теплое тоже не надо. Вот этим растениям-многолетникам, которые сами сходят по весне в громке, им не надо создавать очень тепличные условия. И тогда будет все хорошо. В следующий раз встретимся, когда наши растяжки уже подрастут. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok